как бы вы прокомментировали что случилось на горном карабахе и что это означает означает ли это что кремль четко выждал и выиграл тактически стратегически не знаю как вы прокомментируете или все-таки это поражение потому что турция все-таки закрепилась в этом регионе прежде всего произошло реально серьезное поражение армении военная политическая дипломатическая почему произошло это поражение потому что против армении действовали три силы азербайджан турция и крем это была совместная операция трех крупнейших военно-политических сил этого региона понятно что армения с нагорным карабахом выдержать атаку агрессию этих трех сил совместно действующих против армении в течение 44 дней не могла и поражение которое потерпела армения это поражение от трех сил которые наносили в ходе этой операции поражение потерпела не только армения но потерпела и россия обращая внимание что россия потерпела крупнейшее геополитическое поражение на южном кавказе по масштабам не имеющие аналогов за последние два с лишним столетия почему я говорю именно об этом говорю именно об этом потому что с 1796 года когда российская империя активно вовлечена была вовлечена в дела южного кавказа и стала направлять на южный кавказ за кавказе войска первый поход крупный реальный поход это поход 1796 года никто из руководителя российского государства как бы оно не называлось российская империя советский союз российской федерации как угодно никто никогда из лидеров этих государств не давал согласия на размещение турецких военнослужащих на территории южного кавказа впервые такое разрешение дал владимир путин 10 ноября 2020 года мы знаем что сейчас идут разговор о том являются ли они миротворцами являются ли они наблюдателями будет ли это один центр будут ли это центр размещены на разных территориях будет ли он на территории собственно азербайджана будет ли на территории карабаха будут ли они использовать средства наблюдения дроны или что-то еще все что угодно можно говорить по этому поводу до 10 ноября 2020 года в течение двухсот двадцати четырех лет ни у кого даже голову не могла прийти идея о том что руководители представители российской власти российских государств какими бы они ни были когда-либо могли дать согласие на размещение турецких военнослужащих на территории южного кавказа тем более в роли наблюдателя или миротворца по отношению к армении особенно после 1915 года после турецкого геноцида армян в ходе которого погибло полтора миллиона армян которые были уничтожены турецкими военнослужащими вот представить эту картину просто невозможно это все равно что в каком ним 1900 внизу в неважно каком году направить военнослужащих вермахта в израиль в качестве миротворцев и наблюдателей за соблюдением мира или чего-то еще или боевиков палестинской организации освобождения палестины в тот же самый израиль для в качестве миротворцев или наблюдателей за соблюдением мира но это невозможно себе представить но господин путин сделал именно это каким как бы он не пытался сейчас выйти из этой малоприятной ситуации какие бы заявления не делали пресс-секретарь путина песков или пресс-секретарь мида захарова или какие-то другие заявления факт остается фактом и эта информация поступает азербайджанская сторона разместила видео разговора между путиным и алиева во время которого алиев глядя путину в глазах говорит что он выражает благодарность президенту турции эрдогану и особенно обращать внимание на то что в результате этих переговоров переговоров которые шли между ним алиевом и путиным достигнуто соглашение о размещении турецких миротворцев в регионе путин внимательно все это выслушивается и никоим образом не возражает затем через третьих лиц того же пескова захаров или кого-то еще они пытаются отыграть сам путин молчит по этому поводу следует обратить внимание что не видео не стенограмма этого разговора между путином и алиевым на сайте кремля так и не размещена все подобные разговоры переговоры заботливо и очень быстро размещаются на сайте кремля мы все можем там их найти а этого разговора там нет то есть путин понимает и служба кремля понимает что они что угодно совершили ошибку совершили слабость они были обыграны потерпели поражение как угодно можно называть но это было и последующие разговоры которые были у алиева с эрдоганом а затем на следующий день и это тоже обнародовано подтвердили что да такая договоренность была затем тот же самый лавров начинает переговоры с чего шагло министром иностранных дел турции в результате которых они это обсуждают затем шойгу министр обороны российской федерации зачем-то связываться с министром обороны турции обе обсуждают после чего выходит сообщение о том что они договорились о создании совместного российско-турецкого наблюдательного центра на территории азербайджана можно как угодно к этому относиться можно говорить кто-то так и не понял кто-то не так понял но российско турецкий центр наблюдательный центр на территории азербайджана де-факто является приглашением турецких военнослужащих на территории южного кавказа с чем господин путин согласился и по сути дела пригласил более того сейчас после того как уже путин переговорил с эрдоганом после того как прошли все эти переговоры турецкая сторона сообщила о чем они договорились они договорились что там будет не только один центр там будут наблюдательные пункты по всей территории более того они сказали что там будут даже уже российская сторона стала говорить но узнаете способы наблюдения могут быть разные можно наблюдать с помощью дронов то есть с помощью тех самых дронов как тот с помощью которых была уничтожена значительная часть армянской военной техники и армянских военнослужащих во время этой войны значит турецкие дроны будут летать на территории нагорного карабаха это сказано не эрдоганом это сказано не оливом это сказано лавровым то есть лавров со сам собственно даже не понял что он сказал он сказал что турецкие военнослужащие будут наблюдать за территории нагорного карабаха с помощью дронов то есть не только с помощью автомобилей которые будут у российских миротворств но теперь еще и с помощью дронов тех самых дронов от внимания которых не не смогли скрыться армянские военные и армянская техника усугубил даже то заявление которое было сделано господином путином мы можем продолжать это мы видим что все что развивается после этого подтверждает то что путин не просто сдал пригласил турецких военнослужащих на территории южного кавказа а словами лаврова еще и на территорию карабаха да еще и с помощью дронов но тут же ключевой вопрос почему произошло то что произошло я вам скажу больше вот вы мы же сказали в начале что кто потерпел поражение потерпела поражение армения потерпела поражение россии но выиграл кремль почему ну потому что задача гривен заключалась в том чтобы наказать господина пашиняна и армянское общество за осуществление оранжевой революции за то что армянские граждане сами могут выбирать себе руководителей формировать правительство которое может заниматься в том числе и выбором геополитической ориентации многовекторной ориентируясь не только на россии но на другие страны и самое главное заниматься антикоррупционной борьбой в том числе и расследовать коррупционная деятельность например господина качаряна бывшего президента армении большого друга владимира путина господина пашинян надо был наказать с точки зрения кремля с точки зрения путина господин пашинян был наказан и в этом смысле армения понесла конечно поражение и господин пашинян понес поражение но вместе с этим огромное геополитическое поражение понесла и россия мы говорили об этом прежде всего о размещении турецких военнослужащих но а кремль естественно выиграл потому что он для кремля для путина прежде всего было важным показать всем продемонстрировать не только в армении но и в украине и в грузии и в молдове и в азербайджане и везде и в беларуси где бы то ни было что выбирать людей в качестве своих руководителей демократическим образом на территории бывшего советского союза в зоне привилегированных российских интересов нельзя а если кто-то будет делать так то это будет наказано эти люди будут наказаны народы будут наказаны отъемом территории у молдовы отобрали приднестровье у грузии абхазию южную осетию у украины крым и донбасс у армении как мы видим сейчас там той армении какая бы существовала еще не полтора месяца тому назад отобрали значительную часть территории оккупированной ими территории азербайджана но в сознании армян это как бы часть территории которые они контролировали и часть реального нагорного карабаха например с городом шушой а для азербайджана это тоже так сказать как бы намек такой что здесь появляются российские миротворцы а мы знаем что такое российские миротворцы на территории любого из этих государств но здесь важно иметь в виду еще одно важное положение на которой как мне кажется пока еще не обратили достаточного внимания поражение поражение армении и поражение россии возникает вопрос от кого кто был главным в этой тройке да конечно кремль помогал кремль который который имел договор о взаимопомощи с армении и который палец о палец не ударил для того чтобы выступить на защиту армении более того а кремль не выступил на защиту даже собственно россии когда был сбит вертолеты погибли двое российских военнослужащих причем вертолет был сбит на территории армении это чистый абсолютно дистиллированный казус бели мы помним сколько шума было когда в 2015 году турки сбили российский штурмовик залетевший на 40 секунд на территории турции здесь не территории турции здесь территория армении где на законных основаниях находится российская военная база и какие шум какой шум мы видим и слышим никакого что говорит в частности о том что в этой конкретной ситуации и во всей второй карабахской войне и в ситуации со сбитым вертолетом кремль действовал против интересов россии самом прямом смысле этого слова против интересов россии российских военных российских вооруженных сил российской военной базы вот как угодно можно к этому относиться но крем действовал против этого в пятнадцатом году вместе а в двадцатом против